разбираем двигатель снимая с него всю навеску сейчас сначала разбираем лобовину снимаем вентилятор снимаем ремень снимаем крышку короче что рассказывать надо делать вентилятор у нас крепится четырьмя гайками рожковый ключик на 10 гайки открутил стягиваем вентилятор и теперь можем шкив теперь мы откручиваем шкив коленвала головка здесь на 19 я уже ее предварительно сорвал шкив коленвала должен сойти легко я его немножко мазал когда ремень менял уже горе все теперь откручиваем болты м6 и снимаем два вот этих пластиковых кожуха в общей сложности получается здесь четыре болта на верхнем и четыре болта на нижнем кожухе 8 болтов здесь сбоку провод датчика крепится на клипсах снимаем их застежит бежит у нас дать этот и сальник коленвала, нижний. Сальники все мы новые поставим и также подтекает сальник маслонасоса. Тоже его новый поставим. Ролики мы новые поставим. Ремень, как я говорил, уже стоит новый. Выставляем по меткам. Ремень выставил по меткам. Сейчас покажу. Здесь вот отверстие. Под отверстием есть рисочка на корпусе предвала, на крышке, на клапанной. Отвертку берете тоненькую и вот она фиксируется на коленвале. Вот она метка. Вот получается отлив. На корпусе. А вот метка на шкиву. Не вот эта большая метка, а вот именно отлив и вот пропил вот этот. Так как я ремень буду использовать этот же, в принципе, можно это сделать и на новом ремне. Делаем свои метки. Выставив по меткам на шкивах, делаем свои метки на шкив и на ремень маркером. Вот я делаю зуб здесь на распредвале и зуб на коленвале. Потом, когда буду выставлять, мне уже будет легче не ловить метки, чтобы проконтролировать их. Я смотрю уже по своим и натягиваю. Сейчас мы ослабляем распредвал. Сейчас это ключик на 14. Хотя нет, мы сейчас его не будем расслаблять. Мы его расслабим, когда снимем клапанную крышку, зажмем ключом распредвал и сорвем. Здесь у нас ключик на 14 на натяжном ролике и на обводном ролике у нас тоже ключик на 14. Шкив маслонасоса у нас головочка на 12. Сразу его ослабляем тоже и уже снимаем ремень. Вот ты сломанасоса. Тут есть пана. Я jestem делом. Он работает. Его отρίж。 У медекс. Он готов. Теперь стягиваем шкив коленвала на ремень БРМ Все, вот у нас открылась, это у нас помпа Помпа у нас живая поэтому мы менять ее не будем Сейчас мы снимаем кронштейн с катушками снимаем выпускной коллектор и снимаем спускной коллектор Так, ну с катушками здесь просто перепутать ничего не перепутайте номера на них указаны по цилиндрам, первый, четвертый, второй, третий крепится кронштейн двумя болтами и одной гайкой на 14, откручиваем и снимаем Снял кожух закрывающий экран с коллектора откручиваем получается три сверху и два снизу здесь одной шпильки не было то ли обломали то ли не закрутили то ли резьбу сорвали также мы откручиваем щуп масляный вот здесь болт мы открутим и снизу у нас еще болтиком на 10 крепится откручиваем здесь откручиваем там и снимаем щуп нет, внизу болтика нет мне показалось просто отсвечивает трубка сгибается как будто болт поэтому откручиваем только вот этот сверху болтик и покручивая выдергиваем щуп здесь он на резинке стоит когда будем собирать мы резиночку эту заменим новую установим все гайки я открутил берем и снимаем штаны вместе с коллектором здесь под прокладки видно маленько газы вырывались из-за того что шпильки не было крайне маленько шумновато работало в этом месте вот оно поэтому будем смотреть и восстанавливать что у нас там такое случилось теперь снимаем впускной коллектор открутил снизу кронштейн открутил крепление вентилятора подшипник опорный на рампе открутил два болта разъединил трубки открутил кронштейн на трубке клапан снял с блока теперь аккуратненько отрываем рамку и поднимаем ее вверх вот наш оран по месте с форсунками и убираем ее теперь мы откручиваем коллектор гайки на 12 здесь получается по кругу сверху снизу разъединяем вот этот патрубок и откручиваем трубу которая у нас идет под коллектором убираем ее и снимаем снимаем нижнюю трубу разъединяем тонкий патрубок восьмерочку здесь большой и здесь разъединяем три патрубка от трубы два коротеньких болта на 12 снизу с коллектора откручиваем и уже можем демонтировать эту трубу зачем нам снимать трубу под трубой находятся еще 4 болта которые крепят коллектор остатки антифриза еще и текут ну все коллектор в принципе у нас уже голый эти трубки мы снимать не будем которые идут на соцгидроусилителя берем откручиваем гаечки и уже снимаем коллектор все коллектор я открутил коллектор держится у нас шестью болтами и двумя гайками по бокам теперь мы его снимаем сейчас сейчас мы снимаем насос гидроусилителя откручиваем его и убираем в сторону подушки я открутил подушки здесь на 14 дальше мы снимаем клапанную крышку откручиваем откручиваем клапанную крышку здесь сверху большие вот такие 4 гайки головка на 30 я уже их сорвал и теперь подрываем крышку для этого берем отвертку и вот в этих местах ее можно приподнять здесь и вот здесь вот ух какой грязный двигатель такое вот чудо этот автомобиль прошел 217 тысяч километров двигатель не ремонтировался поэтому какое там масло лилось и когда оно лилось и как часто оно менялось никто не знает но вот это мы отмоем отквасим поменяем колпачки поменяем кольца соберем будет еще столько же бегать сейчас мы фиксируем распредвал фиксируем вот эту шестерню на выпускном распредвале она стоит с пружиной там болтик сбоку закручивается я сейчас покажу вот есть место под болт сюда закручиваем болтик м6 болтик закрутил как видно потом когда будем собирать надо не забыть его выкрутить распредвал я разводным ключом держу если есть рожковый он там на 23 можно держать рожковым ключом держим распредвал и откручиваем шкив распредвала здесь лучше конечно помощника иметь одному неудобно затянут хорошо ну что ставим обратно по меткам откручиваем шкив и снимаем его теперь откручиваем три болта м6 снимаем переднюю крышку теперь расслабляем все бугеля равномерно берем выкручиваем сейчас мы 先 фić выкручиваем фи плюс мы с мы все мы их посрывали а теперь откручиваем все бугеля я ослабил все равномерно эти бугеля я снял этот еще не отрывал хотел показать здесь с обратной стороны когда стоит по метке распредвал есть точка не видно Вот они. О, видно. Точка на зубе и точка ответная. Когда будем ставить распредвалы, их надо будет совместить. Ну все, распредвалы я снял. Теперь аккуратненько снимаем стаканы. И по порядку их ставим, не путаем их. Хотя там они как гидрокомпенсаторы, говорят, это не гидрокомпенсаторы. Здесь с шайбами регулируются. Сверху, как у восьмерки, стоят шайбы размерные. И по порядку снимаем все стаканчики наши. Все, стаканы все сняли. Теперь берем высокую 12-гранную головку на 12. И уже отрываем нашу головку. Вернее, не отрываем, а отрываем болты крепления головки. С guerж隊 соли. И отрываем болты крепления головки. Ремонтекл koists. Махерки. Вернее, а через щAMfest яхоза. Потому что еще не бежит. Нормонные. Еще одна ложка у veio за собой. Все, откручиваем все болты, вытаскиваем их. Сверху. Накрываем головку, поддеваем ее здесь, в принципе она даже у нас и не приклеилась. Снимаем ее. Вон еще хон видно заводской. Выработки вообще вверху, верхней кромки поршня, выработки вообще нет никакой. Поршня немножко ходит, но она все равно еще в норме. Двигатель живой. Сейчас снимаем блок, откручиваем сзади, у меня два осталось только верхних болта, подушки я уже открутил, снимаем и убираем уже блок. Если кто-то будет искать краник слива охлаждающей жидкости из блока, вот он находится с правой стороны, в задней части, на уровне примерно щупа коробки. Откручивается он сверху ключик на 10 и снизу можно надеть шланчик и аккуратно все слить, ничего не обольется. Сейчас я блок уже открутил сзади, сниму его и переложу. Открутил по периметру поддон, здесь с задней стороны аккуратненько с двух сторон, чтобы не погнуть его острой отверткой. Забил ее немножко здесь, немножко здесь и поднял. Вот этот угол у нас все равно приподнялся, мы его потом молотком осадим. Снимаем поддон, поддон здесь сидит на герметике, поэтому садить его будем тоже на герметик, на серый. Отложения даже на поддоне есть грязные, грязные. Маслоприемник не такой, в принципе маслоприемник чистый, для такого грязного двигателя здесь грязи особо нет. Откручиваем маслоприемник и откручиваем вот эту пластину. Вот такая нам картина открылась. Снимаем переднюю крышку, сейчас фиксируем коленвал и откручиваем маховик. Маховик крепится здесь болтами на 17, 8 болтов головка на 17. Для этого сейчас вот в этом положении, сюда на два противовеса поставлю досточку, зажму их и откручу. Чтобы вал не крутился, мне зафиксировать его надо. Вот таким образом. Откручиваем маховик. Откручиваем маховик. Откручиваем маховик. Продолжение следует... Продолжение следует...